Так, у нас есть вот такая стена, это опилка бетон, то есть опилки перемешанные с песком и с цементом. Стоят они уже в тонком состоянии, наверное, лет, сейчас скажу, лет 12. Вот это повыкрашивалось, это Андрей, когда маленький был, шайбу кидал и она по это, ну это мы ничего заделали. Наша задача снять вот эту вот. Вот такая вот обрешетка получилась у нас на стену, то есть вот здесь вот, вот эти места, вот это бруски прям к стене, между ними утеплитель, опилки с цементом и поперек бруски для того, чтобы прикручивать профлист. Видите, цельные у меня не получились, ей не хватало, надо чтобы была плоскость выровнять. Я подкладывал вот такие вот клинья. Теперь я что еще хочу? Я хочу вот эти вот, например, вот стык, вот здесь вот усилить кусочек деревяшкой сверху прикрутить. Вот раз, два, три. 13 усилений надо сделать, то есть каких усилений? Закрыть между, прибить между вот этими двумя и можно будет начинать прикручивать профлист. Перед тем как прикрутить профлист. Вот здесь вот я сделаю металлическую такой фартук, чтобы отвести воду подальше. Ну, сейчас все увидите. Ну что, ребятки, всем привет, все наши камеры сломались, тут уже взяли фотоаппарат, вы у нас дочь подарила. Спасибо дочке. Кэнон. А вот Андрюха приехал, как бы немножко подразобрался, меня снимает. Поэтому то, что я снимал и вот эти вот три листа мы прилепили, это все произошло без видео. Вот. Покажи, Андрей, вот отсюда вот так зайди, чтобы было видно. Видите, вот на тех видео было видно, как я вот эту решетку делал быстро-быстро. Вот. И сейчас, вот сегодня воскресенье, положили третий лист. Что интересное в этом листах? Все листы, они как бы бэушные, немножечко по геометрии не совпадают. Ну, умные люди, которые всем этим занимаются, говорят, что и новые нифига не совпадают. Поэтому мы что делаем? Если вот, вот я черчу линию, вот эту линию вертикальную по отвесу. Вот, кстати, ответ висит. Вот он. Вот она, вот эта вот линия. Вот. Кладем сюда лист. И потом вот это расстояние измеряем. И где у нас немножко не хватает, просто тупо берем. Вот оттуда снимай. И чтоб меня было видно. Просто тупо берем и вот так вот тянем. И в это время, когда растягиваем, приворачиваем, а это сюда задвигаем. Я почему решил это показать? Ну, люди, может, которые будут делать, это пригодится. То есть металл, он играет. Ну, вот как-то так. Сейчас вот просто будем дальше работать. Поставим на штатив и потихонечку все это снимать будем. Что ты сейчас делал? Я болгаркой отрезал кусок. Идут заусенцы. Эти заусенцы снимал, чтобы не порезаться. Сейчас будем монтировать и порежемся. И потихонечку, не спеша, тут ничего не задеть. Аккуратно там, сзади посмотри. Видишь, заделаешь. Дев, смотри. Настя, я мне не когда. Так, зови Андрея. Давай, Андрей, выставим. Видите, криво. Видите? Надо в ту сторону. Вверх. Так. Опять палки надо. Доченька, что? Что это? Андрей, вниз поднимай. Не поднимается он. Почему-то криво вообще капец. Почти до убора. Еще раз давай вверх. Коши поднимай. Все, отходите двое. Нет, двое. Подожди. Двое. Почему вот это не подходит? О, вот так вот. Все, отходите двое. Вот на ширину карандаша можно делить. Ну, ведь нарисуй, побольше нарисуй, а то будет впритык. Посмотрите, видите, вот эта полоса. Вот эта полоса. То есть нам надо было железо. Немножко сдвинуть туда. Покажи. Видите, оно как получилось. Сейчас мы его на саморезы прикрутим, то есть, чтобы вертикальную эту линию соблюсти, вот эту, мы здесь маленько сжали, как гармошку, а там оставили на место. Но при случае, при необходимости, можно было и потянуть вверх. Но так как вверху тянуть неудобно, решили внизу сжать, чтобы вертикальные полосы были. Вот, а теперь я прикручу. Вот оттуда, зайди. Сначала вверх давай прикрутим. Ну давай. У тебя сбоку все равно покажи. Сейчас я вверх буду крутить. Давай, Ваня, натягивай, а я буду снимать. Натягивай сверху. Что натягиваете? Ну, железку. Уже не видно тут. Боку нет. Ты тогда по порядку крути. Через одну. Ну что, всем привет. Вот готовый наш профлист, обшитая стенка. Прошло уже более года после того видео, которое вы сейчас видели. То есть, где мы с Ларисыным пельмянником и с моим сыном обшивали все это дело. Значит, зарекомендовала себя обшивка прекрасно. Немножко тут уже поцарапали за этот год. Но ничего страшного. Все отлично работает. Обшивка держится, я думаю, еще простоит лет 20. А еще что хотел сказать. Этот профлист не новый. Я его как бы купил БУ. И поэтому, думаю, для гаража пойдет. Видите, тут уже старая вот обшивалась. Ну все. Обшивайте лист. Ой, обшивайте профлистом гараж. Вот так вот он смотрится. Вот так, если отсюда, с этой стороны. И вот отсюда. Эта дверь прислонена уберется, конечно. Уже перезимовала, я уже говорил. Ремонт дома продолжается. Ремонт дома! の какой-то раз. Гace se не получается. Продолжение следует...